Всем привет! С вами Артем, вы смотрите Яблоктюб. В этом видео я расскажу вам об отличном jailbreak твике под названием PPSSPP. Данное расширение позволяет добавить в iOS 7 эмулятор игровой консоли PSP от Sony. Для начала нам потребуется добавить новый репозиторий в CD. Ссылку я размещу под видео. После того как пакеты из нового источника подгрузятся, необходимо зайти в раздел поиска и найти нужный нам твик. Обратите внимание, что нужна нам исключительно версия 0.98 из установленного только что репозитория. Дожидаемся загрузки твика и видим на рабочем столе новое приложение. Для тех кто не в курсе, я расскажу, что PSP или PlayStation Portable это вот такая маленькая игровая консоль, которая претерпела ребрендинг и в последнее время выглядит вот таким образом. Теперь вы сможете запускать игры на своем iDevice с этой консоли. Как вы видите, твик имеет встроенный файловый менеджер. Можно положить все приложения по пути var mobile documents через любой файловый менеджер, а можно в любую другую папку и найти их в дальнейшем через браузер твика. Скачивать игры придется отдельно через торренты или любые файлобменники. Они занимают немаленький объем. Есть игры по 400-500 мегабайт, есть которые переваливают за гигабайт. В любом случае придется освободить место на своем устройстве. Твик имеет большое количество графических настройок, как серьезное приложение на компьютере. В первый раз я предлагаю вам запустить игру на дефолтных настройках, а в дальнейшем, если возникнут какие-то проблемы, пробовать изменять их. Кроме этого, в расширении есть системные настройки, настройки звука и контроллера. Изначально управление будет осуществляться, как и в любой другой игре на iOS, при помощи виртуальных кнопок на экране вашего устройства. Однако, если вы будете использовать джейлбрейк расширение, о котором я рассказывал ранее, под названием Controllers for All, вы сможете подключить к своему iDevice беспроводной джойстик от Sony PlayStation и играть с помощью него. А во что же играть, спросите вы. Я скажу вам, что база игр для PSP достаточно широкая. Конечно, многие игры немного устарели, однако и они могут дать фору современным приложениям для iOS. Вы можете попробовать целую линейку гоночных аркад из серии Need for Speed. Есть большое количество достойных файтингов, среди которых UFC, Mortal Kombat, конечно же есть фирменный соневский Tekken и другие игры. Я и ранее обращал внимание на данное расширение, однако не брался делать обзор, ввиду большого количества глюков и багов. Однако уже сейчас, даже несмотря на то, что твик находится в бета-версии, он уже вполне играбелен, иногда лишь встречаются проблемы со звуком. При всем при этом, расширение распространяется бесплатно. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для Яблоктюб. Пока!